Любовь Тарасова давно на пенсии. В будни она трудится на своем дачном участке, а по выходным продает урожай на ярмарке. Не ради прибыли, а для души, отмечает женщина. Поэтому даже если выручка небольшая, не расстраивается. У меня уже свои клиенты постоянные. Я уже много лет ездил на ярмарку, на Алабе, на площади Куйбышева. Здесь тоже находят мои клиенты, нас находят. То есть нас, старых уже, давнишних. Тут не столько прибыли, просто как-то общение с людьми. Провести дачный сезон без травм, используя для здоровья, рекомендуют медики. По словам врачей, дачники берут на себя большую нагрузку, высаживая много овощей и фруктов, за которыми требуется ежедневный уход. При работе в огороде больше всего страдают поясницы и суставы ног. Еще одна проблема – нагрузка на передние отделы межпозвонковых дисков. Нужно просто беречь свои суставы и спины. И самое главное, что если пациент знает о том, что у него имеется какое-то заболевание, артроз или остеохондроз, а эти пациенты, они в своем подавляющем большинстве знают о том, что у нас есть хронические заболевания опорной системы, соответственно, приезжая на дачный участок, нужно постараться не поднимать какие-то тяжести. Стараться, если вы тяжесть подняли, то стараться с ней резко не поворачиваться. При этом поднимать тяжести, конечно, нужно аккуратно. Не на руках, например, вытянутых, а с помощью туловища. Для того, чтобы сэкономить силы и избежать травм во время работы на даче, важно правильно подобрать инструменты. Они должны максимально облегчить и автоматизировать дачный труд. Механические помощники и грамотная организация труда во время рабочего дня сберегут силы и сохранят здоровье. Ольга Павлова, Мария Елчан, Константин Головин, Максим Гусев. События.